Здравствуйте, дорогие друзья! У нас еще есть, что взять сегодня. Это меч духовный, который есть Слово Божье. Насколько ты владеешь этим мечом, насколько он вообще есть у тебя? Да, Библия, может, лежит, но насколько она внутри вселилась, и можешь сейчас брать оттуда Слово и поражать врага в голову. Потому что Иисус мог отражать любые стрелы и любые атаки дьявола, когда брал Слово Божье в свои уста. И у нас есть в этом необходимость, поэтому давайте обновлять свое отношение к Библии, к Его Слову, к Его Посланию, посланием и брать в себя, внутрь в свои уста, то Слово, которое будет рабочим. И это и есть меч обоюдоострый, и он без результата к Богу не возвращается. Небесный Отец, прости за то, что Слово Твое во многих домах лежало бездейственно, но сейчас пришло время, чтобы этот меч был заострен, чтобы меч был вычищен и сверкал, как молния. И поэтому сейчас мы принимаем от Тебя в это всеоружие меч духовный, который есть Слово Божье. А Ты сказал, если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то будет вам от Отца Моего Небесного. И мы просим сейчас о нашей земле. Мы просим о стране, мы просим о городах, мы просим о жителях, мы просим о тех людях, которые на фронтах, мы просим о тех, которые нуждаются сейчас в госпиталях. Мы просим, Господь, о тех, кто оказался в безвыходной ситуации. Мы благословляем власти, мы благословляем каждого человека, потому что Ты дал нам на это право, и Ты дал этому Слову быть в наших устах сегодня. И Ты сказал, что устами праведника город возвышается, когда мы благословляем свои города. И потому мы говорим, будь благословен каждый город, в этой земле, в этой стране, будьте благословен на границе. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что мы сейчас вместе согласились об этом молиться, отыдай результат молитве власти и молитве согласия по Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. До завтра.